Добрые слова, которые созидают С пастором Олегом и Мариной уже много-много лет Они были у нас в Москве, в нашей церкви Прежде чем переехали сюда, мы рады, что дело, которое они делают, растет, процветает Благословлено, молимся и радуемся вместе с вами У нас, как вы уже слышали, много лет отношения И мы благодарим Бога за все, что Бог делает через эту семью И, конечно, тоже вы знаете Владимира Рутюнова, естественно Это тоже мой очень хороший друг, много-много лет И мы также поддерживали все эти годы отношения Большой привет вам из Москвы и также от моей семьи У меня одна жена и трое детей Моему старшему, моему сыну 23 скоро, моей дочери 22 скоро И моему младшему сыну 3 года У нас был длинный разбег такой Вот, это такое чудо было Когда мне было уже 47, и моей супруге Жанне было 46 Господь благословил нас третьим ребенком После 15 лет молитв, ожидания и веры И когда мы уже сказали, что это невозможно У Бога нет ничего даже трудного Аминь И, ну, когда Он родился Мы, наверное, чуть-чуть, чуть-чуть почувствовали себя Как Сара, когда она улыбалась Это, наверное, интересно, да Но Бог благ, и это так здорово Когда у тебя есть такой маленький малыш Который тебя держит в тонусе Аминь Хорошо Сегодня я хотел бы делиться с вами Словом Божьим И я хочу говорить сегодня на такую тему Церковь и люди в 21 веке Вы знаете, времена меняются Люди меняются И чем ближе мы ко второму пришествию Кстати, хочу напомнить, если вы не забыли, что Иисус вернется Вот, так же, как Он пришел в первый раз Он придет во второй раз Точно так же, как люди ждали Его первого пришествия И Он пришел Точно так же, и сегодня Церковь живет ожиданием Мы находим не раз в Писаниях такую фразу Маранафа Гряди, Господи Иисусе Это значит, Церковь жила ожиданием Возвращения Господа Иисуса Христа Но пока мы ждем Его возвращения Перед нами стоит какая-то задача Как Церкви что-то сделать И чем ближе мы к возвращению Иисуса Христа Тем больше вызовов мы видим в этом мире И мы, как Церковь, должны быть способны ответить на эти вызовы В Москве мы часто определяем себя так Когда спрашивают, что вы за Церковь Как вы себя называете Как вы себя видите Мы часто говорим так Что мы современная Церковь Или мы хотим быть современной Церковью С древним посланием Послание менять нельзя Потому что это то же самое Евангелие Которое спасает Любое другое послание Если я начну древнее Евангелие Осовременивать Оно спасать перестанет Но я могу быть современной Церковью Это значит, ну, например, сегодня Это современная Церковь Это экран Есть вот видеокамеры Есть звук Есть свет Но не только это делает нас современной Церковью Есть и другие вещи Которые делают нас современной Что значит быть на самом деле современной Церковью Это значит обращаться К самым насущным проблемам людей вокруг нас То есть можно вот таким вот быть То есть будет все сверкать, мигать Везде жидкие кристаллические экраны будут Плазмы стоять Все будет вообще Фейерверк сплошной Но мы можем говорить о том, что людей не волнует Другими словами, мы будем чесать там, где не чешется Отвечать на вопросы, которые никто не задает И вот у меня вопрос А какие вопросы сегодня люди задают Что сегодня является той болью, которую носит большинство людей Что сегодня является теми вызовами, которые там в мире Есть еще одна проблема Мы как Церковь порой Нам так комфортно у нас здесь Мы приходим из мира Мы спасаемся в церкви И у нас еще какое-то время остаются какие-то связи, отношения с этим миром И мы еще как-то помним, как оно там было А потом мы так долго здесь, вот на этой святой территории Живем, что мы как бы уже забываем, чем люди там живут Какие у них проблемы, какие у них вызовы, какая у них боль Как бы забываем об этом И нам тут так хорошо У нас здесь друзья, у нас здесь отношения У нас здесь такой, ну, ковчег Реально, мне очень нравится ваше название Потому что оно взято из Писания Это было ковчег, где Ной Место, где Ной спас всю цивилизацию, по сути И церковь также, этот ковчег спасения Куда мы приглашаем всех Для того, чтобы там люди нашли безопасность, благословение Но что сегодня происходит за нашими стенами Потому что, слава Богу, дверь ковчега еще не закрылась Дверь еще открыта Мы все еще зовем людей И когда мы их зовем, мы должны обращаться к ним В тех сферах, где сегодня у них нет ответа Где сегодня они задаются вопросами Где сегодня люди страдают И их внутренние проблемы Опускают их на дно с каждым днем Я начал исследовать этот вопрос Какие сегодня у человечества проблемы Я очень быстро понял, что их очень много Вообще, у людей большие проблемы, я вам скажу Человечество сегодня, куда ни глянь, везде проблема От самых глобальных, я их не буду касаться До глубоких внутренних проблем Сегодня я хочу говорить Поскольку мы церковь, мы говорим к сердцу человека Мы говорим к внутренним каким-то вопросам И вот сегодня я хочу поговорить о главных Внутренних проблемах людей в 21 веке Когда я изучал этот вопрос, я прочел разные Статьи, разные исследования Верующих, неверующих людей В принципе, я сошелся на том, что Есть две главных проблемы, которые сегодня Как бич, как язва Съедают так или иначе В той или иной степени практически всех людей И обе эти проблемы относятся к внутреннему состоянию человека Но прежде чем я коснусь этих проблем Я хочу прочитать то, что говорит Слово Божье Это Исайя 49 глава 15 стих Я буду читать сейчас современный русский перевод Поэтому если он отличается от того, например, синодального Который вы читаете, не пугайтесь, это тоже Библия Просто современный перевод Я в последнее время предпочитаю использовать современный перевод Может ли мать забыть ребенка, что у ее груди И не пожалеть ребенка, которого она родила Вы знаете, для того, чтобы показать картину Бога Который никогда тебя не забудет и не оставит Исайя или Господь через Исайю Использует самую сильную картину Самую сильную картину привязанности, какая только есть Это мать и ее дитя И дальше он говорит Но даже если она забудет Я тебя не забуду И первая проблема, о которой я хочу сегодня поговорить Это проблема одиночества Я не знаю, думаете вы как об этом Я не знаю, как вы сталкиваетесь Но сегодня в мире Например, в России 45% людей Страдают от одиночества В той или иной степени Когда вы идете по улице У людей на голове не написана табличка Я чувствую себя одиноким Но сколько людей, например Из-за страха быть отверженным и остаться одному Делают страшные и глупые вещи Подростки ныряют в компанию Занимаются какой-то ерундой Которая разрушает их жизнь А ерунда это мягко сказано Это они занимаются грехом Чтобы не почувствовать себя отвергнутыми И быть принятыми компанией своей Подростков Просто из-за страха одиночества Потому что одиночество хуже язвы Оно съедает душу человека И человеку очень сложно справиться с ним Сколько взрослых людей Заглядывает в бутылку Потому что им одиноко Они не могут, например, наладить связь Они чувствуют себя вроде бы окружен людьми Вроде бы вокруг меня есть друзья Но связи никакой нет Потому что одиночество удивительно Вы знаете, причем в мегаполисах Люди гораздо более одинокие Чем там, например, где людей меньше Это вообще парадокс Почему люди, окруженные таким множеством людей Чувствуют себя одинокими Молодежь Ты скажешь, да ну молодежь там Они у них нет никакой проблемы с одиночеством Они в социальных сетях У них там тысячи друзей Один мой друг, он один раз так пошутил Говорит У меня, говорит Несколько тысяч друзей в фейсбуке А диван помочь вынести некому Понимаешь, потому что Я не говорю сейчас ничего против социальных сетей Надо быть глупцом, чтобы сейчас пытаться с этим воевать Это часть жизни, это факт Это реальность Так люди сегодня живут И ты с этим уже ничего не сделаешь Абсолютно Но просто о чем я хочу сказать О том, что несмотря на все это На все такое, казалось бы Столько общения Столько жизни Столько тусовки какой-то Люди все равно себя чувствуют одинокими Я сейчас читаю книгу одного голливудского продюсера И его историю, как он пришел к Богу Вся его жизнь состояла из сплошной тусовки От одной звездной тусовки в другую звездную тусовку Казалось бы, такой человек Вот он постоянно окружен людьми Людьми, чье внимание другие люди ищут А он был все время окружен этими людьми И вот он говорит Я однажды на очередной такой тусовке Сижу, смотрю Здесь веселье, здесь веселье А я чувствую себя абсолютно никому не нужным Брошенным, одиноким, пустым Как вот скорлупа от яйца Потому что все эти вещи Не могут человеку дать ощущение Что кто-то рядом Потому что есть физически просто рядом А есть близость совершенно другого рода И прежде всего эта близость Она приходит от наших отношений с Богом Удивительный человек, его звали Августин Он жил на рубеже 4-5 века Он сказал потрясающие слова Которые можно в любое время В любой культуре применить к людям Потому что это просто картина человечества Он сказал так Ты создал нас для себя Бог сотворил нас для себя И не знает покоя в сердце наше Пока не успокоится в тебе То есть люди будут бесконечно искать Каких-то заменителей Каких-то вещей Которые будут пытаться залатать эту дыру внутри них Это будет на время помогать Но через какое-то время Дыра будет становиться только больше Потому что когда люди до дна Есть такое Люди любят так Когда кто-то пьет Говорят Пей до дна Пей до дна Вот они до дна эту чашу выпили Пить больше нечего Дать ничего уже это не может А все равно щимит внутри Как афиняне Помните афинян Павел приходит к ним в Афины Смотрит по городу Ходит Осмотрел весь город А греки были очень набожные люди Он говорит Я знаю что вы одни из самых набожных людей Я видел у вас храмы Каким только богам не видел Греческая мифология была богата на богов Всем богам есть Но говорит Однажды идя по вашему городу Я увидел жертвенник И на нем было написано Неведомому богу А почему вы его построили? Вам что ваших богов мало? У каждого человека в сердце Есть этот жертвенник У него есть может быть бог денег Бог тусовок Шумных компаний Я не знаю Бог там власти Греха Удовольствия Да сегодня столько идолов Мир предлагает Но где-то глубоко внутри себя Все равно есть этот жертвенник На котором написано Вот я всем этим богам жертву принес До дна выпил А все равно пустота внутри В Афиняне построили этот жертвенник Потому что несмотря на то Что они уже служили всем богам Каким знали Где-то внутри у них было такое чувство Чего-то не хватает Чего-то не хватает И вот знаешь сколько людей Сегодня ходят с этим чувством Они его даже выразить не могут Вот если вы их спросите Они говорят Да не знаю Чего-то не хватает А иногда даже не могут сказать Вот просто где-то внутри там Они спрятали это Иногда им даже времени нет Думать об этом Потому что жизнь Заботы Проблемы Справиться бы Зарплаты бы хватило Нужно за это Им некогда думать даже Но если их хоть на 5 минут Оставить в одиночестве И сказать подумай Вот вообще о своей жизни Вот это все начнет наверх подниматься И неудовлетворенность И пустота Потому что Сколько бы ты до дна не пил Ты когда дойдешь до дна Ты поймешь Не то Не то Не то Не то Не то Проблема только в том Что на каком-то очередном До дна Ты уже туда костьми ляжешь В попытке найти То самое Понимаешь Так вот Чтобы этого не было Мы должны показать Это то о чем Говорит Августин Он говорит что Никогда ты не успокоишься Пока ты в нем не успокоишься И так сегодня Абсолютно неизбирательно Действует одиночество Причем этому подвержены все Дети вы скажете Да ладно дети Дети не страдают от одиночества Они даже не знают что это такое Может быть Но они страдают подсознательно Когда у детей спросили Например Когда они чуть подросли Чувствовали они себя Одинокими или нет Очень многие ответили что да Родители были удивлены Они говорили Да я же все время с тобой разговаривал Я у тебя спрашивал Сытый Как там в школе Все хорошо А дети говорят так Это то что сами дети говорят Когда меня спрашивали родители Как ты успеваешь в школе Сытый не сытый Там чистая рубашка Грязная рубашка Как там там с друзьями Все хорошо Это было хорошо Но Когда родители никогда не интересовались Что мне интересно Какие у меня мечты Что я чувствую Я чувствовал себя одиноким Подростки Это вообще отдельная категория Возможно самая трудная Возрастная категория Они на все очень остро реагируют У них буря эмоций Иногда родители делают ошибку Я ее делал Когда мои дети проходили Через подростковый период Я говорил Что с вами происходит Потом я понял Что в глазах у них был Такой же вопрос Я не знаю Что со мной происходит Объясни мне Потому что они сами не понимали Что с ними происходит Они все живут Все Они сталкиваются С разными вещами О которых мы даже Не догадываемся Порой В школе Какая-нибудь Я не знаю Травля Какие-то конфликты Взаимоотношения Выяснения Мы Мы это все уже прошли Мы на это смотрим Посмеиваемся Там первая влюбленность Мы думаем Да ладно Что это Переболеет а вы знаете сколько сейчас какой рейтинг суицида то есть самоубийство и подростков две категории населения сегодня чаще всего совершают самоубийство но больше они говорю что только эти разные это подростки причем иногда даже одна категория только совершает массовые самоубийства это подростки я редко слышал о том чтобы взрослые люди массового самоубийства добровольно соглашались чтобы несколько человек и уйти из жизни не так давно я читал о том что две девочки взявшись за руки выпрыгнули там с 13 этажа где-то в каком-то городе россии и это только то что дошло до прессы потому что такие вещи происходят достаточно регулярно почему из-за одиночества они чувствуют себя всеми не по что такое одиночество это же не вопрос как я сказал сколько людей вокруг тебя ты можешь себя чувствовать абсолютно одиноки вот сейчас сидя здесь на собрании если например что если нет никого кому бы ты мог открыть свое сердце и если нет никого кто ты чувствуешь мог бы тебя понять понимаешь мы привыкли людей когда они открывают что-то я делаю эту ошибку когда мы порой мои дети мне открывали что-то там и говорили я им просто говорил это правильно или нет они у меня не спрашивали правильно ты или нет они просто это открыли чтобы я их выслушал и это неправильно так не надо вот так надо не сами знают часто нужно просто выслушать иисус не сказал когда плачущий человек приходит к вам вы ему объяснить что плакать то не надо собственно мы победить или во христе он говорит с плачущими плачьте то есть проявите эмпатию сострадание с радующимися радуйтесь не надо раскладывать по полочкам почему они радуются неправильно они радуются ну ну конечно если он совсем уж там ограбил банк пришел к тебе и радуются тогда не надо с ним радоваться все остальное нормальное что вписывается в рамки того что приемлемо это нормально если кто-то плачет не надо говорить ему слушай это ты перебарщиваешь да не надо по крайней мере не надо начинать с этого может быть надо начать с того что ты просто вместе с ним будешь плакать ну или хотя бы проявишь сострадание просто выслушаешь его спокойно вообще у нас только один рот и два уха напрашивается вывод слушать надо в два раза больше чем говорить почему я не слышал мини знаю у меня здесь конспекте написано что здесь все минь говорят надо было нам раздавать вам на входе конспект молодежь тоже самое думаете они не испытывают одиночество да ты думаешь ладно вокруг них там друзья тусовки какое там одиночество а вы знаете что часто все это очень поверхностно вроде тусовка вроде бы и много друзей вроде такой весь но связи отношения друзей много а кто из этих друзей тебя понимает кто из этих друзей рядом с тобой окажется когда тебе будет трудно кому ты можешь открыть самые сокровенные тайны своей жизни и не почувствуй что тебя за это судили зрелые люди мы думаем да ну зрелые то что они уже замуж вышли женились у них семья как в семье когда мне когда одиноким быть ну и я в каком смысле согласен с этим да потому что иногда я сейчас прихожу домой и моя мечта это не общение если честно я мечтаю иногда где найти угол чтобы меня никто не видел хотя бы на два часа и там просто побыть одному вот но особенно если семья большая то ты понимаешь о чем я говорю но тем не менее в семье тоже есть много людей которые чувствуют одиночество взрослые мужчины взрослые женщины я консультировал семьи я помню как один муж посмотрел на меня и сказал я очень одинокий человек у вас же жена если он говорит мы два чужих человека которые живем под одной крышей мы уже давно не разделяем жизнь друг с другом у него своя жизнь у нее своя жизнь они просто в одну квартиру по одному адресу прописаны пожилые люди про пожилых людей я вообще молчу две категории людей больше всего мне боли причиняют когда я смотрю это брошенные дети или одинокие старики ни то ни то не должно происходить у нас церкви в москве есть такое ну не лозунг как сказать не девиз а такая у нас даже служение такое есть никто не должен лечь спать голодным там есть у вас называется килограмм добра по-моему да то есть вот это то же самое у нас называется никто не должен лечь спать голодным туда люди приносят продукты и если у кого-то нет мы тогда эти продукты раздаем если кто-то попал в трудную ситуацию это очень хорошее важное служение я подумала хорошо еще может быть добавить никто не должен страдать от одиночества потому что иногда не еда самое главное что делать друзья если такая вот вот эти все одинокие люди в этом мире с разбитыми сердцами хлынули в церковь что нам делать первое церковь должна быть открыто для разных групп людей никто не должен быть отвергнут кто угодно может прийти к нам церковь мы часто это декларируем кто угодно может прийти к нам церковь попробуй кто угодно прийти к нам церковь я помню как кто-то пришел к нам на воскресное собрание на молодежное вышел потом и говорит то что кто у вас тут ходит на собрание тут то зелеными волосами то синими волосами тут тот увесит вот обтатуированный а это да извини нет святых в этом мире мы не знаем где их найти мы бы позвали ангелов но не можем их найти понимать церковь это не но святая такая консерва где святых собрали и законсервировали вот знаете как как в музее церковь это место писание говорит что когда христос был на земле вокруг него кто были мытари и грешники а вот такой вопрос вы никогда не задумывались почему библия говорит так мытари и грешники почему нельзя было просто сказать грешники среди которых были мытари блудницы там кто еще вокруг за пьяницы написано тоже потому что иисус с ними общался да в общем вот с людьми которых благоверное общество не признавала почему они говорят мытари и грешники грешники и отдельная категория мытари потому что для евреев мытари были хуже грешников они тоже градировали грехи вот грешники там вот эта женщина помните как у иисуса был конфликт с фарисеем когда он пришел к нему домой и женщина-блудница пришла и начала слезами омывать ему ноги и волосами отирать и такой конфликт произошел этот фарисей начал внутри себя осуждать и вы говорите если бы он был действительно мессия он бы знал кто прикасается к нему а вы как вы знаете в израиле и иудаизме когда человек был ритуально нечист или грешник и прикасался к чистому он осквернял его вы помните что если кто-то нечистый прикасался к чистому то оба становились нечисты но если бы он знал кто к нему прикасается если бы он был пророк если бы он был человек божий но какой бы ни было ужасно эта ситуация с мытарями обстояла еще хуже потому что мало того что они были грешники они предателями были собственного народа они сотрудничали с оккупантами с римлянами и собирали со своих налоги для римлян при этом часть вложили себе в карман еще наживаясь на этом я не знаю чем их сравнить ну разве что с полицаями во второй мировой войне то есть коллаборационисты сотрудничают с оккупантами а иисус однажды идет и с ним все его ученики останавливается возле матфея и говорит ему следуй за мной мы даже не представляем себе какую бомбу это какую бомбу он взорвал а в другой раз он приходит к закхею а этот был вообще не просто мытарь начальник мытарей то есть это вообще когда ты дно уже пробил и еще ниже ушел а иисус приходит него останавливается говорит сегодня пришло спасение в твой дом а ты знаешь что вообще нет таких людей кому бог не может прийти и спасти их а его благодать она порой нам кажется сумасшедшей и так церкви должна развивать культуру открытости грешникам к людям в этом мире и внимание причем не так говорить изменись потом приходи потому что так не работает человек приходит и потихоньку меняется иногда сразу иногда какое-то время церковь должна также развивать домашние группы для более близкого общения небольших групп людей потому что в большой церкви люди легко могут начать чувствовать себя одинокими поэтому домашние группы это ответ мы не можем иметь 150 маленьких церквей у нас есть одна большая но у нас может быть 150 250 350 доход 10 тысяч домашний групп где небольшие группы людей общаются и 2 болезнь который сегодня бьет людей это депрессия сегодня депрессия вышла на первое место по заболевая по количеству людей болеющих ей в мире эта болезнь номер один в результате которой люди теряют трудоспособность получать инвалидность в мире номер один люди я читал исследования перед тем как пандемия началась ученые говорили что все будет россии наверное в двадцатом году она прям затмит все остальные болезни единственное не сказали что может быть эпидемия к вида отсрочит это они сильно ошибались она ускорила это сегодня эти цифры просто зашкаливают людей замкнули в квартирах и просто рейтинги депрессии поползли стремительно вверх даже появилась новый вид депрессии называется постковидная депрессия серьезно люди которые переболели к видам у них им нужно пить лекарства некоторым и точно также она неизбирательна дети страдают вы скажете дети не страдают и всегда радуются как сказать дети просто не умеют ее выразить словами она проявляется в том что ребенок не успевает школе конфликтует закрытый отстает в школе подавлен например агрессивный это очень часто скрытые вернее открытые симптомы скрытой депрессии которая тоже может быть например из-за стиля воспитания ну я не буду сейчас анализировать другой вопрос совсем но они страдают подростки точно также я уже про подростка тоже молчу там у них они не вылазят из депрессии часто не все слава богу но довольно часто это вообще довольно подростковая культура довольно депрессивная в мире я имею ввиду молодежь они начинают жить им надо понять кто они в этой жизни надо как-то определиться куда им дальше идти это не просто взрослые они сталкиваются с неудачами с провалами с какими-то проблемами в семье проблемы на работе проблемы не все могут с этим справиться пожилые люди то же самое и вот эти все люди опять же я говорю начинают течь в церковь ну во первых мы должны быть теми кто сам победил депрессию мне понравилось как пастор олег сказал когда мы собрались группой служителей помолились он сказал улыбайтесь понимаешь это не просто мы хотим выглядеть как в голливуде мы хотим проделание в том как я выгляжу дело в том что я могу реально жить в победе над депрессией ты зайди в москве в метро я не знаю как в сочи у вас здесь наверное солнце больше вы веселее вот но зайдите в московское метро я часто слышал такое да у нас просто в россии такая культура люди просто на публике не улыбаются не поймут тебя я говорю да ну давай вот зайдем в метро и сейчас вот если представьте такую ситуацию гипотетическую все эти люди сидящие в метро вот так вдруг им дзинь дзинь приходит смс и там надпись вы выиграли миллион и они он вам перечислен на вашу карточку сбербанка они сразу забудут про то что принято не улыбаться на публике 9 из 10 будет сидеть с такими улыбкой вау ты больше выиграл суши миллион это вообще ни о чем даже долларов ни о чем до чего угодно ни о чем все что здесь есть на земле ни о чем ты выиграл гораздо нечто больше лотерею если пора так сказать бог выбрал тебя и ты не понимаешь даже я почему он тебя спас наше имя записано в книге жизни на небесах но мы забываем об этом мы позволяем мелким временным проблемам закрыть эту истину от нас и мы вместо того чтобы радоваться этим великим истинам печальимся по поводу временных обстоятельств а павел говорит в своем тюремном послании послание филиппийцам это одно из тюремных посланий то есть он пишет его из тюрьмы из тюрьмы где он не знает что его ждет потому что дело происходит такие времена когда ты как бы ну ты не знаешь что повернется как выйдет и он пишет эй филиппийцы я перефразирую вычет приуныли радуйтесь я вам говорю павел ты что делаешь вообще ты в тюрьме сидишь это филиппийцы тебе должны передачки носить и говорить павел не унывай радуйся другом месте написано павла выволокли за город избили и бросили почитая мертвым другие братья пришли помолились за него буквы я не знаю то ли воскресил то ли исцелил он стал отряхнулся и написано пошел в соседние города и написано и укреплял братьев утешая их что многими скорбями надлежит нам войти в царство божие павел этот они должны тебе говорить павел успокойся все будет хорошо и так а мы сами победили депрессию и до тех пор я буду ходить в подавленности и в уныние пока я позволяю временным обстоятельствам закрыть вечные истины есть что-то большее что я выиграл иисус рассказал ученикам в луке 18 1 он говорит желая показать учеником что с ученикам что следует всегда молиться ими унывать иисус рассказал им причем он рассказывает о женщине которая не унывая продолжала молиться даже когда не было никакой надежды и получила просимое я сегодня вам расскажу историю которая чуть ближе чем та история к нам по времени эта история об одной семье и звали гарацию и анна спаффорд вы видите сейчас их или сейчас увидите их фотографию гарацию и анна спаффорд ему было 43 года он был юристом жил в чикаго у него было пятеро детей четыре девочки и один мальчик 1871 году сначала умирает его единственный сын остается чуть потише сделать этого а и Продолжение следует...